Руки мне не отрывать, я понимаю, что это очень вкусно, но давайте культурно все это делать. Сегодня 18 мая, праздник сегодня, у нас сегодня каша. Праздник Вадим готовит, потому что я болею. И я болею. Вчера был насыщенный день, опять сломалась машина, Вадим еле-еле добрался домой. Хорошо, что друзья есть, которые не подвели. Да, Андрей Шишановский, Сергей Бедуленко, без вас вообще никак. Сейчас бы только домой пришел, наверное, под утро. Всю ночь бы шел с Минска обратно. Шел бы пешком, пришлось бы чарпать. Так, дорогие мои, ингредиенты секретные. Вадим у нас кулинар, что надо. И что не надо, все. Все, что надо и не надо. У нас сегодня каша с яблоками. И бананы. Неплохо. Я вчера посадила всю свою рассаду наконец-то, но только почему-то у меня не оказалось гороха. Вот, капельный полив у нас тут протекал со всех щелей. Вот сейчас только мы его регулировали. Стоило мужскую руку приложить. Ну, так, конечно, я же сама закручивала все эти фитинги. Естественно, они попротекали. Ммм, рябочка попалась. Вот, а сейчас надеюсь, что нормально все поливается. Все прекрасно. Я прошел, провел ревизию, все нормально. Ну и отлично. Осталось только автоматику поставить. Это самая плавелка была. Маруська вроде выздоровела. Только теперь мы без машины. Поэтому опять сидим дома. Опять? А то мы прям ездим. Не, ну мы же надеялись, что Маргарита в сад пойдет. В деревне быть без машины это прям целое приключение. Это кайф. Хорошо, что автолавка тут ездит. Да, Маруська? Да. Если бы не ездила, то и мы расстраивались. Да. В деревне есть автолавка. Пришел, торбу взял, колбасы, хлеба, молокальчик. Колбасы набрал? Не, ну это я так. Местные это берут. Вкусно. Я тоже буду кушать. Приятного всем аппетита. Тебе тоже вкусно, Маргарита? Это вся наша каша смесли. Ну кушай, кушай, остынет же. Ладно.